Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог! Сегодняшний влог мы начнем с готовки. Готовить я буду не для себя. У меня подруга попала в больницу. Ее прооперировали уже несколько дней назад. И ей уже можно кушать. Она попросила приготовить ей домашнюю еду. Там в больнице плохо кормят, как она говорит. И они не наедаются, сидят там голодные. У меня есть тушка домашней курицы. Она вообще попросила сделать ей картофельное пюре. Такое, ну, не густое. С фаршем. Но фарш у меня только свинина. Это жирный фарш. И я решила приготовить что-то из курицы. Более такое диетическое. Ну и картофельное пюре с куриным фаршем. Ну, как-то что-то мешанка какая-то получится. Поэтому я решила сделать немножко по-другому. Курицу я разделываю. Бедра, голени и крылья у меня пойдут в один. Один пакет уберу в заморозку. Потом можно будет что-то приготовить из них. Не знаю, ну, скорее всего запечь с овощами. Куриный остов тоже у меня идет в морозилку. Это пойдет на суп. А куриную грудку я поставлю отваривать. Пока у меня курица будет отвариваться. Отвариваю просто подсолила и все. Никаких туда ни приправ, ни морковку, ни лук, ничего. Просто на воде отварю бульончик. Бульончик, не бульончик. Отварю грудку. Ну, бульончик на супчик мне пойдет. Пока курица отваривается, я начистила картошки, порезала ее и поставлю тоже отвариваться на пюре. Посолила сразу. Картошка уже у меня готова. Я ее толку и добавлю туда масло. Добавлю туда молоко и яйцо. Ну, я всегда делаю такое картофельное пюре. Нам нравится. Блендера мне не нравится. Получается какой-то клейстер. А вот именно толкушкой хорошо растолочь и вкусно получается. Все, пюрошечка у меня готова. Грудку я достаю и буду ее измельчать в измельчителе. Но, знаете, не до такого состояния каша, а чтобы вот меленькие-меленькие кусочки курицы все-таки чувствовались. Ну, и сама по себе грудка, она получилась хоть и не суховатая, но в любом случае как-то хочется, чтобы она посочнее была. Я решила ее прогреть с молоком на сковороде. Не обжарить жареное нельзя. Поэтому буквально вот пару минут прогрею с молоком на сковороде. Просто сливок у меня нет. Все раскладываю в форму. Не стала я ничего перемешивать. Захочет, сама перемешает. Я вот сделала таким образом. Сейчас заверну все в полотенце и увезу ей в больницу. Девочки, пошла по новой сажать огурцы. Вот я замачивала 4 пакета. И что вы думаете, вот этот кустовой сорт у меня вообще... Ну вот один тут вроде проклевывается. Неделю они лежали замоченные неделю. Вот вроде что-то, ну непонятно. Похоже, что проклевывается. Ну, пусть еще лежат. Пока ничего. Журавленок вообще ни одного семечка. Парижский корнишон один. Ну вот второй проклюнулся. Всего два. И засолочный. Засолочный здесь вот пять штучек проросло. Неделю они лежали. Ой, ой, ой. Так, не буду закрывать. Сейчас я буду их сажать. Смотрите, вот здесь в теплице я сажала, наверное, два или три пакета. Вот он, парижский корнишон. Ничего не зашло. Сейчас вот здесь взрыхлило землю. Девочки, ни одного семечка. Просто нет ни одного семечка. Муравьи. Все утащили муравьи. Ну а куда бы они делись? Даже если бы они были не проросшие, семена бы, шкарлупки эти были бы. Нету. Вот просто ни одного. Посмотрите, что у меня здесь, какие дорожки муравьиные. Я сейчас насыпала соды. Ничего не помогает. Вот здесь прямо муравейник был. Я когда полола, взрыхлила, и там прямо муравейник с яйцами, с этими муравьинами совсем. Сейчас подсыпала соды. И вот по дорожке, где они ходят, тоже соды. Еще надо с обратной стороны соды мне насыпать. Потому что, ну, реально просто. Я, кстати, все прополола здесь в теплице. Просто капец какой-то. И вот здесь сейчас тоже там сколько посажу. Штучки три. Остальное буду сюда. Вот вообще ничего не взошло. Я не знаю, сколько пакетов я сюда сеяла. Просто один огурец зашел. Все. Ничего нет. Вот тоже сейчас здесь буду рыхлить. Посмотрим, вылезут здесь. Есть земля какие-то семечки или тоже. Видите, что? Они вот заразы ползают. Сейчас тоже здесь все. Ну, тут по краю. Ой, может, как это комар. И вот здесь тоже по краям все везде содой просыплю. Хотя бы на время. Хотя бы отсюда, чтобы они ушли. Пусть идут в другое место. Не знаю, куда. Я уже не знаю, чем их травить. У меня было средство от муравьев. Очень хорошее средство. Вот это вот зондекс. Покупала я в фикс прайсе, наверное, года два назад. Классное. Оно реально помогает от муравьев. У нас в бане были муравьи. Прям муравейники нарывали. Вот я спаслась вот этим средством. Не важно, что тут от клопов написано. Также от муравьев помогает очень хорошо. Теперь я это средство не могу, не вижу нигде. И оно у меня закончилось. У меня тут было совсем чуть-чуть. Я попшикала, но этого недостаточно. И вот не знаю, где найти. На вал Борисе искала. Я такой не нашла. Вот. Ну, там нашла каких-то несколько средств. Ну, не знаю, стоит ли овчинка выделки. Ну, как-то надо спасаться от этих муравьев. Здесь их никогда не было. Откуда они взялись, ничего не понятно. Ладно. Давайте буду я сажать свои огурчики. Ну, да, как есть. Показала вам, что вот я все взрыхлила. Даже просто нет скорлупок вот этих от семян огуречных. Просто, просто... А вот, смотрите. А вот одно нашла. Даже прорастает. Смотрите-ка, что. Одно семечко нашла. Ну, сейчас я его и посажу. Ну, и все. Вот одно семечко только. Больше нету. Так что, вот такие вот дела. Воришки у меня тут. Воришки в теплице у меня есть. Так, сюда я посадила 4, получается, кустика. Обозначила так, чтобы видно было, где они должны сходить. Немножко по периметру соды просыпала. Ну, соды я везде понасыпала. Все их ходы-выходы вдоль. Потому что, ну, спасения никакого нет. И вот здесь тоже взрыхлила землю. Всего одно семечко попалось мне, которое, ну, не всхожее. И вот, это пустое семечко. Оно вот раскрытое вроде, но там ничего нет в этом семечке. Сейчас, как его достать-то? Оно пустое, да. Пустое. Видимо, ну, это муравьи все потаскали. Так, и здесь у меня раз, два, три, четыре. Ну, и вот пятый мой огурчик. Четыре тут кустика. Это, получается, пять, там четыре, девять кустиков. Но остальные пусть еще лежат. Может, еще через неделю что-то проклюнется, не знаю. Потому что я уже столько пачек огурцов и сажала, и замачивала. А толку, как видите, нет. Не знаю. Кстати, многие жалуются, что у многих с огурцами проблема. Что плохо, плохая всхожесть. Я не знаю, с чем это связано. Что нам за семена подсовывают. Причем разных фирм семена. Ну, вот сейчас вот эти пусть здесь прорастают. Дай бог, что они прорастут. И потом еще в шахматном порядке, если еще у меня мама еще замачивала другие семена. Так, фокус потерялся. Если получится у нее там, что прорастет, то еще в шахматном порядке еще сюда маленько поднасажу. Ну, вот сюда бы еще кустик посадить. И маленько еще тут. Ну, ладно. Главное, чтобы теперь эти проросли. Посыпала тоже везде содой. Затеплицей содой. Опять дождь начался. Слышите? Дождь начался. Содой с той стороны побрызгала. Ой, посыпала. Теплицу. Везде, короче, все понасыпала. О, видите, что? Целую пачку высыпала. Ну, сейчас еще дождик пройдет. Сода туда пойдет. Землю. По крайней мере, они хотя бы уйдут отсюда. Пусть они там, не знаю, вот сюда куда-то уходят. Но хотя бы здесь их не будет. Вот. Теплица прополола. Вот тут крашку маленько осталось, чтобы в проходе траву подергать. Хотя я дергала, она опять вылазит. И нужно будет мне помидоры опять подвязывать. Я, знаете, поехала в светофор. Вот эти зеленые подпорки я в светофоре покупала. Поехала, думала, еще куплю. Нету. А у меня никаких таких подпорок-то и нету. Значит, вот эти просто буду уже ленточками привязывать к профилю сюда. Но эти низкорослые, как бы, они, написано, что их посынковать не надо, вот эти сорта. Я не знаю, девчонки, что за сорта. Если кому-то надо, напишите в комментариях. Я у мамы спрошу, что за сорта она сажала. И тогда вам скажу, ну вот они какие, крепенькие такие. Стоят, пока стоят. Но надо привязать их, чтобы была опора. Потому что сейчас уже, видите, висят помидорки. И под тяжестью, чтобы не сломались. Нужно хотя бы ленточками мне на профиль привязать. Так как опор нету. А куда-то идти, где-то их вырубать, я-то не вырублю. Надо ждать, пока мои приедут, мужики. Нашла я у себя вот такое средство. Я заказывала эти гранулы. Тут гранулки. Вот такие вот гранулки. Заказывала на Алиэкспресс давно. Я про него забыла. И решила я попробовать это средство. Что ты пришел? Попробовать, как оно вообще сработает, не сработает. Тут, конечно, все на китайском языке. Но я в переводчик вбила, посмотрела. Плюс-минус что-то поняла. Развела эти гранулы. Они хорошо растворяются в воде. И полила, всю траву полила. Вот здесь, видите, она выдубила. Прополола кукурузу, прополола клубнику. И полила остальную всю траву вот этими гранулками. Не знаю, посмотрим. Написано вроде как до 5 дней. Плюс-минус 5 дней. И начнет она пропадать. Но дай бог, если сработает, то это будет очень хорошо. А то я уже хотела ехать покупать какое-нибудь средство. Прову эту брызгать. Но хорошо, что вспомнила про это. Ну, попробуем, посмотрим. Если сработает, то отлично. Также опять, девочки, у нас жуки. Одолели жуки колорадские. Я уже вот этим алтаром опрыскивала. Он такой вонючий вообще. Но картошка еще, она толком-то и не зашедшая была там кое-где. И землю поливала в лунки. И толку, как бы, и дожди потом прошли. И толку мало. Сейчас жуков опять все усыпано. Картошка уже хорошо взошла. И вот сегодня опять ходила, обрабатывала картошку от жуков вот этим препаратом. И сразу побрызгала смородину. У меня на смородине, смотрю, листики стали вот эти желтеть, буреть. Когда листик отрываешь, с обратной стороны там тля. И вот тоже обработала смородину от тли. Ну, посмотрим. Ну, жуки сразу, вот пока я поливаю там первые рядки, полила. Пока там дальше поливаю, смотрю, уже на первых рядках они уже валяются. Как бы действуют хорошо. Ну, посмотрим, как на этот раз. Надолго ли хватит. Только бы дождя сегодня не было, было бы отлично. С огородными делами на сегодня я закончила. Я зашла домой, приняла душ, смыла всю эту огородную пыль, грязь, пот, все такое. Поменяла постельное белье, сразу закидываю стирку. И решила я сегодня, знаете что, испечь вафли. Я нашла один рецепт. Я не пробовала венские вафли по такому рецепту печь. И вот сегодня я решила попробовать. Я не стала вам снимать сам процесс, как я тесто делала и так далее. Потому что, ну, я не знала, получится что-то, не получится. И поэтому решила попробовать. И если получится все, если мне понравится, то обязательно я в следующих видео с вами поделюсь этим рецептом. Ну, и забегая наперед, скажу, что да, все получилось. Мне понравился рецепт. Но я немножко, знаете, отклонилась от рецептуры. Сделала немножко по-своему. Потому что у меня отсутствовал один ингредиент. Это вообще были лимонные венские вафли. А нужно было лимонную цедру добавлять. У меня не было ни апельсинов, ни лимонов. Были только замороженные. Ну, я решила просто без цедры попробовать. Получилось вкусно. Единственное, у меня вот что-то... Вот эта вот вафельница, ну, она идет со съемными панелями. Но верхняя панель почему-то плохо как-то пропекает. Она пропекает, но она не подрумянивает. Вот как правильно сказать. Но, однако же, получилось все вкусно. Мне понравилось. И в следующих видео, как я уже и сказала, я обязательно с вами поделюсь этим рецептом. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Жду от вас лайки, подписки. И встречаемся с вами в комментариях. Пока-пока.